Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Встретились, подробно говорили и приглашали его участвовать в нашей картине, но все-таки сценарий это немножко другой, очень книга, но он в курсе на картины и это абсолютно так же. Мне кажется, что не этически мы обязательно должны действовать в открытую, в любом фильме, рассказывающем об известном человеке, с родственниками, с людьми, которые близки ему, в открытую. Что касается вот этой грани, о которой говорите, она очень тонкая, она очень тонкая и вредит на совести у режиссера прежде всего и всех создателей картины, как с этим поступать. Я думаю, принципиально нельзя брать, нельзя, как я часто говорю, внушать закон в любой картине. А так важно, чтобы цельность образа не уходила куда-то в сторону. А все детали, я это часто повторяю, понимаете, мы не знаем, как вел себя человек в определенной ситуации. Нет кинокарда, нет свидетельств об этом, это все равно наше, я имею в виду прежде всего режиссера и автора картины, их представление о Старицове. И это самое ценное и самое главное. Могу вам привести пример, когда мы начинали эту работу в Российский футбольный союз, во главе с Николаем Павловичем. Никит Павловичем Симоняновым, это было большое собрание ветеранов, которые пришли, такие мрачные, почитав сценарии, я понял, что все начнется. И действительно, они сказали, что как много неточностей, как того и всего, и мы очень просто ответили на это. Давайте выясним какие-то футбольные детали, которые касаются ремесла футболистов, чтобы не было в этом какого-то... Я понимаю, о чем вы говорите. Конечно же, это кино, прежде всего, направлено на... Это развлекательное кино. Развлекательное киносо, как сказать, чтобы молодое поколение, взрослое поколение получило большое удовольствие в кино. Я читаю его слабым человеком в жизни, сильным на поле. Мы все бываем когда-то слабыми, когда-то сильными, и так далее, и так далее. У него тоже были свои периоды в жизни, как у нас всех, они как бы бывают. Но если говорить про то, чтобы добавить такой некой правильной чернухи в то, что в его... Да, с ним это происходило. Да, были разные ситуации в жизни. Да, бывали какие-то там, да. Мы все их знаем. Но тогда это будет немножко другой жанр. Мы уйдем от этого. При этом мы никого не обманываем. При этом мы говорим открыто. Если бы он не сделал так, не было бы так. И к нему не было бы вопросов никаких. Но у него здесь рестораны, здесь, там, не знаю, здесь деньги, здесь женщины, здесь... Потому что он такой человек. Конечно, я, в свою очередь, очень бы хотел, там, знаю, чтобы в кино в этом было много матов. Потому что Стрельцов говорил матом. Он не разговаривает. Ну, как... Вот, и... Но это невозможно сделать, потому что тогда не смогут посмотреть этот фильм дети. Это неправильно. Тогда не смогут посмотреть, значит, юные, молодые люди. И это эстетически будет выглядеть, как мы думаем. Зачем? Для чего мы это будем делать? Мне этот путь кажется гораздо более выгодным, нужным и интересным, чтобы вообще, в принципе, люди узнали. Хорошо, когда-то спортивные журналисты говорят о Стрельцове, то окей. Но, по большому счету, выйдя на улицу, спросили, что сейчас у молодых, кто такой Эдуард Стрельцов. Никто не знает, какой, собственно, была серьезнейшая судьба с точки зрения испытаний. И он действительно остается одним из лучших за всю историю советского российского футбола игроков-футболистов. И один из лучших в мире. Да, так получилось в этом-то ирония судьбы, в этом-то, не знаю, он получил эту огромную зрительскую любовь, но не получил, как сказать, не получил мирового признания. Это случилось, да, и в этом тоже есть трагедия. Мне кажется, мы об этом хотели снимать кино. И чтобы оно было гораздо шире, чтобы оно вышло на широкого зрителя, на широкую аудиторию. При этом сохранить эту самую правду про этого человека, каким он был, каким он был, каким характером он обладал, какой харизм он обладал. Вот в этом была задача. Это не то, что мы испугались снять какие-то там где-то сцены, что где-то они курили, где-то они там, не знаю, выпивали и так далее, и так далее. Много всего было в его жизни, безусловно. И мы знаем про это. Но если бы мы это показали, то сразу же, конечно, мы попали в немножко другую группу фильмов. И просто тогда-то нужно было делать там, не знаю, другой сценарий, другой бюджет, другая совершенно не стоит. И мне бы не другой режиссер, другая студия, все должно быть другим. Другой исполнитель главной роли, другие артисты. Вот. И я не считаю это кино притерным, я считаю его праздником, который сейчас, в котором сейчас очень нуждаются люди вообще в нашей стране, чтобы прийти и увидеть этот праздник. Да и даже в кино не только про футбол. Я могу разговаривать очень много и долго. Остановите меня, кто-нибудь, пожалуйста. Все же слово. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.